Глава двадцать пятая. Я спускаю веселого Роджера. Едва я взобрался на бушприт, как полощущийся кливер щелкнул оглушительно, словно пушечный выстрел, надулся и повернул на другой галс. Шхуна дрогнула до самого киля. Но через мгновение, хотя остальные паруса все еще были надуты, кливер снова щелкнул и повис. От неожиданного толчка я чуть не слетел в воду. Не теряя времени, я пополз по бушприту и свалился головой вниз на палубу. Я оказался на подветренной стороне бака. Грот скрывал от меня часть кормы. Я не видел ни одной живой души. Палуба, немытая со дня мятежа, была загажена следами грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась взад и вперед. Внезапно Испаньола опять пошла к ветру. Кливер громко щелкнул у меня за спиной. Руль сделал поворот, и корабль содрогнулся. В то же мгновение грот и гик откинулся в сторону, шкот заскрепел облоки, и я увидел корму. На корме были оба пирата. Красный колпак неподвижно лежал на спине. Руки его были раскинуты, как у распятого. Зубы оскалены. Израиль Хэнс сидел у фальшборда, опустив голову на грудь. Руки его беспомощно висели. Лицо, несмотря на загар, было бело, как сальная свечка. Корабль вставал на дыбы, словно взбешенный конь. Паруса надувались, переходя с галса на галс. Гики двигались с такой силой, что мачта громко стонала. Время от времени нос врезался в волну, и тогда тучи легких брызг взлетали над фальшбортом. Мой самодельный вертлявый челнок, теперь погибший, гораздо лучше справлялся с волнами, чем этот большой оснащенный корабль. При каждом прыжке шхуны разбойник в красном колпаке подскакивал. Но к ужасу моему выражение его лица не менялось. По-прежнему он усмехался с кальзубы. А Хэнс при каждом толчке скользил все дальше и дальше к корме. Мало-помалу докатился он до борта, и нога его повисла над водой. Я видел только одно его ухо и клочок курчавых бакенбард. Тут я заметил, что возле них на досках палубы темнеют полосы крови, и решил, что во время пьяной схватки они закололи друг друга. И вдруг, когда корабль на несколько мгновений остановился, Израиль Хэнс с легким стоном продвинулся на свое прежнее место. Этот страдальческий стон, свидетельствовавший о крайне усталости, И его отвисшая нижняя челюсть, разжалобили меня на мгновение. Но я вспомнил разговор, который подслушал, сидя в бочке из-под яблок, И жалость моя тотчас же прошла. Я подошел к гротмачте. — Вот я опять на шхуне, мистер Хэнс! — проговорил я насмешливо. Он с трудом поднял на меня глаза, но даже не выразил удивления. До такой степени был пьян. Он произнес только одно слово. — Брэнди! — Я понял, что времени терять нельзя. Проскользнув под гроток гиком, загородившим палубу, я по трапу сбежал в каюту. Трудно себе представить, какой там был разгром. Замки у всех ящиков были сломаны. Разбойники, вероятно, искали карту. Пол был покрыт слоем грязи, которую разбойники нанесли на подошвах из того болотистого места, где они пьянствовали. На перегородках, выкрашенных белой краской и украшенных золотым багетом, остались следы грязных пальцев. Десятки пустых бутылок, повинуясь качке, со звоном перекатывались из угла в угол. Одна из медицинских книг доктора лежала раскрытая на столе. В ней не хватало доброй половины листов. Вероятно, они были вырваны для раскуривания трубок. Посреди всего этого безобразия по-прежнему чадила тусклая лампа. Я заглянул в погреб. Бочонков не было. Невероятное количество опорожненных бутылок валялось на полу. Я понял, что все пираты с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу. Пошарив, я все-таки нашел одну недопитую бутылку бренди для Хэнса. Для себя я взял немного сухарей, немного сушеных фруктов, полную горсть изюму и кусок сыру. Поднявшись на палубу, я сложил все это возле руля, подальше от боцмана, чтобы он не мог достать. Я вдоволь напился воды из анкирка и только затем протянул Хэнсу бутылку. Он выпил не меньше половины и лишь тогда оторвал горлышко бутылки от рта. — Клянусь громом, — сказал он, — это-то мне и было нужно. Я уселся в угол и стал есть. — Сильно ранены? — спросил я его. Он сказал каким-то вающим голосом. — Будь здесь доктор, я бы живо поправился. Но сам видишь, мне не везет. А эта крыса померла, — показал он, кивнув в сторону человека в красном колпаке. — Плохой был моряк. А ты откуда взялся? — Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хэнс, — сказал я. — Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном. Он угрюмо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Щеки у него слегка порозовели, однако вид был болезненный, и при каждом толчке корабля он валился на бок. — Между прочим, — продолжал я, — мне не нравится этот флаг, мистер Хэнс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим. Я подбежал к мачте, опять уклоняясь от гика, дернул соответствующую веревку и, спустив проклятый черный флаг, швырнул его за борт в море. — Боже, храни короля! Долой капитана Сильвера! — крикнул я, размахивая шапкой. Он внимательно наблюдал за мной, не поднимая головы, и на его лице было выражение лукавства. — Я полагаю, — сказал он наконец, — я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь высадиться на берег. Давайте поговорим об этом. — Отчего же, — сказал я, — с большим удовольствием, мистер Хэнс. Продолжайте. Я опять вернулся к еде и стал уничтожать ее с большим аппетитом. — Этот человек, — начал он слабо кивнув в сторону трупа, — его звали Убраен. — Ирландец. Мы с ним поставили паруса и хотели вернуться в бухту. Но он умер и смердит, как гнилая вода в трюме. Не знаю, кто теперь будет управлять кораблем. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. — Послушай, дай мне поесть и попить. Перевяжи рану старым шарфом или платком, и за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен? — Только имейте в виду, — сказал я, — на стоянку капитана Кида я возвращаться не собираюсь. Я хочу ввести корабль в северную стоянку и там спокойно пристать к берегу. — Ладно, — воскликнул он, — разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Отлично понимаю, что я сделал свой ход и проиграл, промахнулся, и что выигрыш твой. Ну что же, ты хочешь в северную стоянку? Изволь, у меня ведь выбора нет. Клянусь громом, я помогу тебе вести корабль хоть к самому помосту моей виселицы. И его слова показались мне нелишенными смысла. Мы заключили сделку. Через три минуты Испаньола уже шла по ветру вдоль берега острова Сокровищ. Я надеялся обогнуть северный мыс еще до полудня, чтобы пойти в северную стоянку до прилива. Тогда мы, ничем не рискуя, подведем Испаньолу к берегу, дождемся спада воды и высадимся. Я укрепил румпель, сошел вниз, разыскал свой собственный сундучок и достал из него мягкий шелковый носовой платок, подаренный мне матерью. С моей помощью Хэнс перевязал этим платком глубокую колотую кровоточащую рану в бедре. Немного закусив и хлебнув два-три глотка бренди, он заметно приободрился. Сел прямее, стал говорить громче и отчетливее. Сделался другим человеком. Дул попутный бриз. Корабль несся, как птица. Мелькали берега. Вид их менялся с каждой минутой. Высокая часть острова осталась позади. Мы мчались вдоль низкого песчаного берега, усеянного редкими карликовыми соснами. Но кончилась и она. Мы обогнулись скалистый холм, самый северный край острова. Мне нравилось управлять кораблем. Я наслаждался прекрасной солнечной погодой и живописными берегами. Еды и питья было у меня вдоволь. Совесть больше не укоряла меня за то, что я дезертировал из крепости, потому что я одержал такую большую победу. Я был бы всем доволен, если бы не глаза Боцмана. Он самым издевательским видом неотступно следил за мной. И на лице его время от времени появлялась странная улыбка. В этой улыбке было что-то бессильное и страдальческое. Мрачная улыбка старика. И в то же время было в ней что-то насмешливое, что-то предательское. Я работал, а он ухмылялся лукаво и следил, следил, следил за мной. Субтитры создавал DimaTorzok